Всем привет, мои хорошие! Я рада вас видеть на своем АСМР-канале. Как всегда, с вами Лиса. Но сегодня у нас будет не АСМР, а традиционное, уже традиционное чаепитие с мукбангом. Поэтому заваривайте себе обязательно кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего, вкусного. И берите желательно что-нибудь сладенькое. Потому что у меня сегодня, как всегда, тортики. Это торт, который называется «Три шоколада». Видите, какая красота! Темный, молочный и белый шоколад. А это ореховый торт. Попробуем, естественно. Моя любимая громадная кружка. С биркомотом и лимоном без сахара. О, хорошо. Ну что, прежде чем мы начнем о чем-нибудь разговаривать, давайте попробуем тортик. Потрясающе. Только надо, наверное, как-то, чтобы три коржа попадало в один укус. Просто вот нижний корж, он бисквитный, с добавлением темного шоколада. А это что-то типа муссов. Как вкусно, ребята. Больше всего люблю белый шоколад. Итак, о чем я сегодня хотела с вами поговорить. В комментариях мне задавали очень много вопросов, предлагали много тем для мукбангов. Но мы не последний раз его записываем с вами. Не последний раз пьем чай. Поэтому сегодня мне бы хотелось объединить две темы в одну. Первое, мне спрашивали, верю ли я в судьбу. И второе, очень много людей хочет узнать о том, как я познакомилась со своим мужем. Как вообще развивались наши отношения. И как мы, собственно, пришли к тому, что решили пожениться. И вот уже почти год. Скоро. Да, до июля будет год, как мы женаты. Почему я решила объединить эти две темы? Потому что как раз отношения с моим мужем убедили меня в том, что судьба — это такое понятие, которое действительно существует. И ничего в жизни не происходит просто так. И все, что должно случиться, обязательно случится рано или поздно. Поэтому, отвечая на первый вопрос, да, в судьбу я верю. Ну и теперь касательно того, как мы вообще познакомились. Очень удобно, что я не могу называть его имя. Ну, как всегда, для таинственности. Ну ладно, почему бы то, что муж. В общем, мы знакомы мы уже очень-очень давно. Еще с моих, наверное, 19 лет. Да, мы из одного, ну, фактически из одного города. Ну, как бы я из Донецка, а он из области. Мы учились в одном вузе. И у нас были общие друзья. Собственно, познакомились мы на дне рождения моего однокрупника. Они дружили. И я приехала на дне рождения к нему. И там вот мы первый раз пересеклись. Не сказать, чтобы у нас были какие-то романтические отношения на тот момент. То есть, ну, 19 лет, ребята, да? Камон, на чем вы? Какой там вообще мозг? Какая направленность на постоянные отношения? Какие-то на что-то серьезное? Это в учебной компании, вот эти все студенческие движения. Да, блин, было столько всего круто, на самом деле, в моей студенческой молодости. С мужем мы очень классно подружились. И вот было какое-то такое, знаете, ощущение, вот что ты с человеком на одной волне. Ну, я тогда была влюблена в совершенно другого парня. У него тоже там были какие-то свои увлечения. Поэтому мы просто вот круто так общались. Вы знаете, как-то всегда нам было интересно, друг с другом весело. Всегда было о чем поговорить. И, ну, какое-то время после там нашего знакомства мы прям плотненько так общались, встречались, пересекались в компаниях. А потом это постепенно сошло на нет. Потому что у меня начались серьезные отношения там с одним мальчиком. Ну, как-то, знаете, взрослая жизнь, последний курс института. Потом я уже работала в Донецке в банке. Иногда мы все равно продолжали с ним в соцсетях переписываться. И я знала, что если он мне написал, или я ему написала, то это затянется точно на весь вечер и, возможно, даже на полночи. Потому что мы говорили и не могли наговориться. Вот так было всегда. Я помню, мама как-то заходит ко мне в комнату, когда я еще с родителями жила. Говорит, что ты так ржешь? С кем ты там переписываешься? Уже в битый час и хохот такой без твоей комнаты. Я говорю, да, это типа тот-то, тот-то. А, говорит, ну, понятно, он веселый мальчик. Понятно, что ты так смеешься. Заметила по себе, по последнему макбангу, что я когда что-то рассказываю, я все время размахиваю вот так вот вилкой. И надеюсь, вас это не бесит. А то вечно я вам чем-то там не угождаю. А то головой сильно много двигаю, то еще что-то. Сейчас, наверное, скажут, что вилкой размахивала, как потерпевшая. Ну, в общем, как-то так оно все тянулось. Жизнь шла своим чередом. Я же говорю, у меня были серьезные отношения там с мальчиком с одним. А потом началась война. Родители мои уехали в Запорожье. Это город на Украине. Я сама уехала в Киев. Я работала в одном из крупных банков украинских. Ну, мне просто организовали перевод из Донецкого отделения, киевское. Переехала вместе с тем молодым человеком, с которым на тот момент встречалась. Мы снимали квартиру. Жили вдвоем. И так мы прижили еще, наверное, где-то год. Чуть меньше года, короче говоря. Это на тот момент уже был четвертый год наших отношений. Они были плотные. И я очень рада, что все закончилось именно тем, что мы расстались в итоге. Я ушла от него. Ну, вернее, как ушла. Сказала, чтобы вывез свои вещи из квартиры. И продолжила в ней жить одна. Ну, это было сложное время, ребята. В моем родном городе война. Родители живут на съемной... Ну, не на съемной. Они там, короче говоря, знакомых на тот момент жили. В Запорожье. Пока мы там не приобрели квартиру. Я одна в столице, в Киеве. Снимаю квартиру, которая, как бы, ощутимо бьет по моему бюджету. Потому что помогать мне, как бы, некому особенно. Что-то я сегодня буду какая-то многословная, наверное. Вот. Я завалила тогда на себя столько. Ходила на работу часов, наверное, так, ну, в восемь. Может, пока по Киеву доедешь. А плюс еще хотела пораньше прийти, чтобы доделать то, что с вечера не успела. И возвращалась домой, ну, уже после... После девяти, так точно. Очень мало ела. Похудела, опять, как конкретно. Я была прям такая худая-худая. Вот. Грустно, в общем. Прям сейчас вспомнила. Это были грустные времена для меня. Плюс у меня там были определенные проблемы со здоровьем. И доктор мне приписала делать уколы. Как сейчас помню. Как я выхожу из кабинета с этим назначением врача. И понимаю, что, блин, мне даже тупо некому сделать этот укол. Ездить как бы в больницу я с работы не буду успевать. И просить мне некого. Потому что, ну, друзья-то, понятно, были какие-то в Киеве на тот момент. Но никто не жил рядом со мной, чтобы уколы не дали. В общем, я работаю целыми сутками. Колю себе сама уколы в ногу. В бок, так, знаете, бедро. Прям вообще. Счастье. Счастье бьет изо всех силей. И так получилось, что я уже тут, например, где-то второй месяц жила в таком вот режиме. Одна. Это было лето. И у меня должен был быть запланированный отпуск. Когда я планировала этот отпуск, я же не знала, что я внезапно приобрету статус одинокая дама. Буду одна. Ну, в общем, я планировала, что сделать? Поехать к родителям в Запорожье. И там с ними этот отпуск, собственно, провести. Короче, мы подходим к кульминационному моменту. А тут мне вдруг неожиданно пишет муж. Ну, будущий муж. В этот момент я, конечно же, этого еще не знала. А мы с ним периодически как бы держали связь, я же говорю, поэтому ничего удивительного там в этом не было, что я написала. Привет. Привет, привет. Как дела? Слово за слово. Пожаловалась, что не с кем мне в отпуск поехать. Что так получилось, что одна совсем осталась в Киеве. А он на тот момент уже работал на Дальнем Востоке. Потому что когда началась война, он нашел там работу и уехал бог знает куда. И тут он мне говорит, слушай, так поезжай ко мне. А тебе сколько, говорит, отпуск? Две недели? У меня тут море. Под окном прям. Даже не море, а океан. Погуляем по Владивостоку. Нам всегда, говорит, было весело с тобой. Почему нет? Я тут, говорит, уже совсем один. Ни с кем особо не задружился еще. Потому что только недавно туда приехал работать. У меня жилье от порта. Ну, как бы я тут один в этой квартире. Поэтому проблем не будет с тем, где я тебе там остановиться. И вы знаете, ребята, я на тот момент была в таком, знаете, что называется, цейтноте. То есть я была настолько уже закручена в спираль. И эмоционально, физически. Короче говоря, я просто взяла и согласилась. Все. А я к нему полетела. У меня вот так просто через полмира. Десять тысяч километров. Между Киевом и Владивостоком. На секундочку. Да, восемь часов лететь. В общем, мы провели так отпуск. Вместе. А я просто за эти две недели воскресла. Вот серьезно. Я вспомнила, что такое жить. Я вспомнила, что я умею смеяться. Ни на минуту вообще не давал мне даже вспомнить о каких-то тех проблемах, которые остались там, в Киеве. Это были две недели прям какого-то безграничного счастья. Я внезапно для себя открыла, что вообще-то с этим человеком мне было так всегда. Просто я раньше этого почему-то, может быть, в силу возраста, ну не ценила как-то. Вот, знаете, как говорится, все познается в сравнении. И он в свою очередь точно так же открыл для себя меня. Так, слушайте, он же, наверное, начинает уже вот это, а то я так наелась уже. Упс. Боюсь, что просто я не попробую тогда. Это ореховый торт. Угу. О, какой он крутой. Добавил с него начинать. Нет, это тоже был вкусный. У него этот прям вообще сладенький такой. Супер. Ну и вот. Я уехала. Отпуск мой закончился, я улетела. Улетела в совершеннейшем непонимании того, что у нас будет дальше. Потому что, ну как бы, понимаете, да, у него там работа, карьера. А у меня тоже. Между нами в 10 тысяч километров. 8 часов разница часовой, на секундочку. Ну и вот это вот все сопутствующее. Мы продолжили с ним общаться в социальной сети. У меня, знаете, было такое ощущение, что я нахожусь с ним в каком-то бесконечном диалоге. Потому что мы общались всегда. Вот мой экран телефона, это было первое, что я видела, когда присыпалась. С его сообщениями. И последнее, что я видела, как-то засыпала. То есть даже там, понятно, работа у меня как была напряженная, так и осталась. И я точно так же не было у меня там времени. Но, тем не менее, там улучшала эти минутки, чтобы что-нибудь ему написать, чтобы прочитать его сообщения. И это были очень ценные для меня минуты. Он звал меня к себе переехать. Ну, окончательно. Я не могла на это решиться, мне было это сложно. Потому что, ну, как бы у меня там было все. Родные, друзья, работа, карьера. Мне было страшно все это оставить. А и уехать вот так. Неизвестно. И непонятно было, что потом дальше там будет. С этим все всем. В качестве кого я туда поеду. Ну, теперь так, вы знаете, все было мутно. В итоге мы с ним договорились о том, что я еще раз привлечу к нему на Новый год. То есть через полгода после отпуска. Мы Новый год отметим, а потом уже будем что-то решать. Либо разбегаться, либо вот что-то такое изобретать. Ну, и все. Я прилетела к нему на Новый год. В новогоднюю ночь он надел мне на палец кольцо. Вот это. Ну, я сказала, я тебя никуда не отпущу. Ты должна быть только моей. Ну, в общем, он там много чего сказал, но это уже такие личные слова. Я согласилась. И, знаете, ни одного дня после этого я ни на секунду не пожалела об этом. Я улетела обратно в Киев. Написала заявление об уходе. Мама приехала, помогала мне испаковать все вещи. Я уехала к нему. Где-то год мы прожили на Дальнем Востоке. Вернулись сюда, поближе к родным. В Москву. Тут как бы пока обосновались. И поженились, собственно, прошлым летом. Сразу как вернулись. Мы сразу подали заявление, как только вернулись сюда. Здесь у мужа живет мама. Короче говоря, родители его здесь живут. Мы знали, что свадьбу мы хотим сделать здесь. Да, как-то так все вышло. Поэтому, ребята, я могу вам все сто процентов на уверенности сказать, что судьба и вот какое-то такое предопределение, да, это имеет место быть. Это действительно есть. Потому что если бы кто-то мне тогда в далеком 2009 году сказал, что я выйду замуж за этого человека, сказала, да вы чего? Это просто бред какой-то, этого не может быть. Вот оно как все закружилось, как все вышло в итоге. И, ну, честно вам могу сказать, что я не была еще никогда настолько счастлива, как я счастлива сейчас со своим мужем. Это, наверное, единственный мужчина, который мог бы быть рядом со мной, кого я сейчас представляю рядом с собой. Поэтому, ребята, все к лучшему, как говорится, все к лучшему в этом из миров. Поэтому если что-то такое в жизни случается, да, возможно, даже плохое, не спешите проклинать судьбу и говорить, за что мне это все, как это все мне справедливо. У меня тоже тогда было очень плохо. Я не понимала вообще, как жить дальше и как это все могло произойти со мной. Но видите, все было не зря. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Это вообще потрясающий толчок. Накрошила, как всегда. Ох, как я наелась, ребята. Два таких небольших кусочка, но они такие сытные. Ну что, спасибо всем, кто смотрел это видео. Если вам понравились мои тортики и мой рассказ, не забудьте поддержать меня лайками. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Я напоминаю, что такие чайпития я теперь записываю каждую неделю. Поэтому под этим видео, ребята, напишите мне, какие бы еще темы вам хотелось от меня услышать. Я обязательно все прочитаю. Вы знаете, я читаю все ваши комментарии. и прислушаюсь к вам. И главное, помните, лиса вас очень-очень любит. Пока-пока.